Что это саинска и как и почему она работает? Срежьте с одной пиццы краешки и разложите их в ряд поперек таких же пицц. Корочек хватит чуть больше, чем на три штуки. Это и будет Пи. Длина окружности примерно в три раза больше диаметра. Пи соотносится и с площадью круга. Ее вычисляют по формуле Пи и Р квадрат. Но откуда берется такое соотношение? Разрежем пиццу на очень тонкие кусочки, а потом сложим из них прямоугольник. Его площадь – это длина, помноженная на ширину. Длина прямоугольника – это половина бывшей длины окружности, ведь половина корочки получилась с одной стороны, а половина – с другой. Выходит, длина Пи на радиус. Ширина прямоугольника – это длина одного кусочка, то есть радиус круга. Получается, что площадь прямоугольника равна Пи Р умножить на Р или Пи на Р в квадрате. Площадь единичной окружности – просто Пи. Пока запомните, это нам пригодится попозже. Так что же за нелепый способ, о котором я говорил? В общем, он же самый очевидный. Не сложно доказать, что значение Пи больше трех, но меньше четырех. Чертим круг. Внутри него шестиугольник с длиной стороны – один. Правильный шестиугольник можно разделить на шесть равносторонних треугольников. Диаметр круга составит два. Периметр шестиугольника – шесть, а длина окружности, очевидно, больше. А значит, Пи больше, чем шесть делить на два, то есть больше трех. Опишем около круга квадрат. Периметр квадрата – восемь, и это больше длины нашей окружности, а значит, Пи должно быть меньше, чем восемь деленное на два. В итоге, Пи больше трех, но меньше четырех. Это выяснили тысячи лет назад, а в 250 году до нашей эры Архимед сумел продвинуться дальше. Начал он шестиугольника, как и ты, а потом заменил его на додекагон – двенадцатиугольную равностороннюю фигуру. Затем вычислил его периметр, соотношение которого к диаметру окружности меньше Пи. Потом описал додекагон около круга и нашел для Пи верхнюю границу. Тут вычисления становятся хитрее. Архимеду приходится искать квадратные корни и квадратные корни квадратных корней, переводить все это в дроби. Но он чертит один за другим правильные многоугольники – двадцать четыре угла, сорок восемь, на девяносто шести решает остановиться. Теперь значение Пи находится в промежутке от 3.14.08 до 3.14.29. Учитывая, что дело было две тысячи лет назад, неплохо. Верно. Да и нужны ли вообще более точные значения? Ну да, для практических целей даже это перебор. Все, что дальше – это уже самоутверждение и желание похвастаться математическим талантом, тем, что можешь высчитать с невероятной точностью константу вроде Пи. И еще две тысячи лет все повторяли за Архимедом. Многоугольником добавляли и добавляли углов мыслителей из Китая, Индии, Персии и Арабского мира. Все они дополняли древнегреческий метод. В конце 16 века Франсуа Виет сделал то, о чем Архимед не мог и мечтать. Для расчетов он взял многоугольник, у которого было 393 216 сторон. Но его к концу века переиграл нидерландский математик Людольф Ван Цейлин. 20 лет он высчитывал число Пи, используя многоугольник с количеством сторон 2 в 62 степени. Это 4 квинтиллиона 611 квадриллионов 686 триллионов 18 миллиардов 427 миллионов 387 тысяч 904 стороны. И что он получил за все эти старания? 35 правильных цифр после запятой. Эти цифры увековечили на памятнике на его могиле. Через 20 лет рекорд Цейлина побил Кристоф Гринбергер. Он вычислил 38 знаков после запятой. Он последний, кто шел этим путем? В общем, да. Потому что совсем скоро за дело взялся сэр Исаак Ньютон. Стоило ему предложить свой подход, как о безумных многоугольниках сразу забыли. На дворе 1666 год. Ньютону было всего 23. Бубонная чума заставила его сидеть дома. От скуки он играл с выражениями вроде 1 плюс х в квадрате, что можно развернуть как 1 плюс 2 х плюс х в квадрате. А если взять 1 плюс х в кубе, раскрываем скобки и получается 1 плюс 3 х плюс 3 х в квадрате плюс х в кубе. То же самое можно проделать и с 1 плюс х в четвертой, 1 плюс х в пятой и так далее. Ньютон заметил одну особенность, которая позволит пропустить скучные дотошные вычисления и сразу получить ответ. Если в этих уравнениях посмотреть на коэффициенты х, х в квадрате, в кубе и так далее, оказывается, что они складываются в треугольник Паскаля. Степень, в которую возводится выражение в скобках, соответствует определенному ряду в треугольнике. Да, а треугольник Паскаля не такая уж сложная штука. Он известен еще со времен древних греков, древней Индии и Китая, появлялся во многих культурах. Суть в том, что каждый следующий ряд состоит из сумм соседних чисел предыдущего ряда. Это легко. Можно без труда высчитать коэффициенты для 1 плюс х в десятой за считанные секунды и не мучаться с алгеброй. Я пришел в восторг, когда начал просматривать старинные рукописи. Даже без знания языка, без знания о том, как обозначали числа, мне было абсолютно ясно, просто очевидно, что везде написано одно и то же. То, что сейчас мы называем треугольником Паскаля. В этом прелесть математики, она не привязана к культуре, времени и даже человечеству. Она останется, когда мы исчезнем. Треугольник Паскаля был знаком древним цивилизациям, и его без труда поймут инопланетяне. Со временем вывели формулу для чисел в треугольнике Паскаля. Мы умеем высчитывать их для любого ряда, не выстраивая весь треугольник. Для выражения 1 плюс x в степени n, ряд состоит из 1 плюс n, умноженное на x плюс n, n минус 1, x квадрат, деленное на 2 факториал, плюс n, умноженное на n минус 1, на n минус 2 на x в кубе, деленное на 3 факториала и так далее. Это биномиальная теорема. Биномиальная – это значит, что есть два основных компонента, это x и какое-то число, b означает 2. А теорема потому, что вы можете доказать, что все, что у вас тут написано – это числа, которые встанут в ряды треугольника Паскаля. И все это было известно уже во времена Ньютона? Именно, все об этом знали, все видели эту формулу. И никому, кроме него, не пришло в голову сделать то, что сделал он – попытаться ее сломать. В обычном виде предполагается, что формулу применяют только тогда, когда n – положительное целое число. Звучит разумно, так ведь? У нас есть 1 плюс x, умноженное на себя сколько-то раз. А Ньютон говорит, а чего мелочиться? Теорема есть, давайте использовать. Для математики нормально находить закономерности, а потом искать условия, где они перестают работать. Ньютон пробует вариант 1 плюс x в минус первой. Это 1, деленное на 1 плюс x. Что, если на место n во всей правой части уравнения поставить минус 1? А вот что. Знаки будут меняться туда-сюда на противоположный. 1 минус 1, плюс 1 минус 1 и так далее до бесконечности. Мы получим 1 минус x, плюс x в квадрате, минус x в кубе, плюс x в четвертой, минус x в пятой, и мы получим последовательность с чередующимся знаком у коэффициентов. В итоге мы увидим бесконечный ряд? Да, именно так. Если n что-то помимо натурального числа, биномиальная теорема Ньютона дает бесконечный ряд. А как это понять? Ведь при натуральном числе n у нас было конечное число слагаемых, а тут вдруг бесконечное. Расскажу. При натуральном n, напомню, в формуле коэффициент имеет форму n на n минус 1, на n минус 2 и так далее. Так вот, рано или поздно мы вычитаем из n его значение, получается ноль. Этот коэффициент и все последующие будут равняться нулю, поэтому каждый ряд треугольника конечен. Но если выйти за пределы натуральных чисел, то у нас никогда в скобках не получится n минус n, ведь n не натуральное число, а значит последовательность выйдет бесконечной. Возникает вопрос, и это все работает? Действительно ли бесконечная последовательность Ньютона дает 1, деленное на 1 плюс x? Что ж, это может и правда ерунда. Множество формул при подобных манипуляциях перестают работать. Не просто так выводятся правила, но нужно учитывать, что в каких-то случаях правила работают, когда вроде бы и не должны. Если умножить обе части уравнения на 1 плюс x, видно, что сокращается все, кроме первой единицы. Все это, умноженное на 1 плюс x, сводится к единице. Иными словами, все это единица, деленное на 1 плюс x. Именно этим Ньютон убеждал себя в том, что его формулу действительно можно применять там, где, казалось бы, не стоит. Итак, Ньютон убедился, что формула работает, даже если n отрицательное число. А значит, треугольник Паскаля хранит в себе какие-то тайны. Над нулевым рядом можно добавить 0 и единицу, из которых получится единица, бывшая вершина, а потом продолжить этот новый ряд. Минус 1, 1, минус 1, 1 и так до бесконечности. Если смотреть за границы обычного треугольника, предполагается, что каждый ряд продолжают нули. И все сходится. Единицы и минус единицы вместе дают нули, которые образуют ряд прямо под ними. А еще мы можем продолжить ряды с отрицательными числами, при том как с помощью биномиальной теоремы, так и просто просчитывая, какие числа дадут нам сумму в нижнем ряду. Что удивительно, если не обращать внимание на минусы, то в верхней части, будто в отражении, числа выстроятся так же, как в изначальном треугольнике, как будто мы его перевернули на бок. Но Ньютон не остановился даже на этом. Он решил поэкспериментировать с дробными степенями. Например, 1 плюс х в степени 1 вторая. И что же это такое в степени 1 вторая? Это то же самое, что корень из 1 плюс х. И он решает проверить, как изменится правая часть уравнения. Подставив n, равное 1 и 2, Ньютон получает бесконечный ряд. Мне начинает казаться, что мы можем вроде как раздуть треугольник Паскаля, добавив дроби в промежутке между знакомыми нам рядами целых чисел. Так и есть, это целый континуум треугольников Паскаля, от нуля до единицы, бесконечность чисел, которые можно поставить как степень. Представьте себе, что каждая дробная часть, половина, треть, четверть, существуют в своей плоскости, и в каждой из них соседние числа складываются в число, находящееся под ними. Мы не привязаны к положительным целым числам? Ни к положительным, ни к отрицательным, ни к целым. Можно взять одну вторую и вообще творить все, что хочется. Например, можно легко и быстро вычислить квадратный корень из трех. Три можем записать как 4 минус 1. Если вынести за скобки 4, мы получим корень из четырех, это 2, помноженный на корень из единицы минус 1 четвертая. Представим, что 1 четвертая – это наш х, и получим ряд, который приведет нас к достаточно точному значению квадратного корня из трех. Ньютона особенно занимала n, равная 1 второй, потому что для единичной окружности х в квадрате плюс у в квадрате равно 1. Если в левой части оставить у, то формула для верхней полуокружности будет 1 минус х в квадрате в степени 1 вторая. Это почти то же самое выражение, что и раньше, только вместо х появляется минус х в квадрате. У каждого х появляется минус, а степень на каждом шаге удваивается. Зато теперь у нас есть уравнение для полуокружности, в котором каждый множитель – это рациональное число, помноженное на х в какой-то степени. Мы можем представить одно и то же двумя способами. В таких случаях всегда происходит какое-то волшебство. Готовьтесь смотреть фейерверки. Как это помогло высчитать π? К счастью для нас, Ньютон тогда только изобрел интегральное уравнение, точнее теорию флюкций. Он понимает, что можно вычислить площадь через определенный интеграл при х от нуля до единицы. Тогда мы высчитаем площадь четверти круга. Ньютон знает, что площадь единичной окружности равна π на r в квадрате, а r равно одному, значит площадь равна π. Нас интересует четверть, и это π, деленное на 4. С другой стороны, у него получается вот такой ряд. Он знает, как интегрировать х в какой-либо степени. Просто увеличиваешь степень х на единицу и делишь на значение этой степени. Тогда получается бесконечный ряд множителей и простые операции с дробями. Ставим х равна единице и высчитываем π с любой нужной нам точностью. Ньютон не остановился и на этом. Он добавил еще одну деталь. Плохую математическую работу узнаешь по отсутствию идей. В них просто есть расчеты, которые всем понятны, но которые всем остальным лень проводить. И есть неплохие работы с какой-нибудь одной новой мыслью, но действительно впечатляющей. У Ньютона мы обсудили уже четыре идеи, и вот на подходе пятая. А заключается она в том, что вместо интегрирования от нуля до единицы, он берет промежуток от нуля до одной второй. При наличии бесконечного ряда удобно, когда значение элементов быстро уменьшается. Тогда не приходится слишком уж долго считать, чтобы получить приемлемый ответ. Ньютон понял, что если интегрировать не до единицы, а от нуля до одной второй, то при х одна вторая, так как слагаемые уменьшаются пропорционально х квадрат, процесс пойдет быстрее, в данном случае в четыре раза. Но если интегрировать только до одной второй, какова будет площадь под кривой, которую мы пытаемся вычислить? Вот эта часть круга. Ее можно представить как сектор в 30 градусов с площадью π на 12, и треугольник с основанием одна вторая и высотой равной корню из трех деленному на два. В итоге должно получиться вот это выражение. Если слева оставить только π, то получим вот это. Если рассмотреть только первые пять множителей, мы получим π. 3, 14, 16, 1. Мы ошиблись всего на две стотысячных. Чтобы достичь точности Ван Цейлина и его многоугольника с четырьмя квинтиллионами сторон, нужно будет просчитать всего 50 множителей по методу Ньютона. На то, что раньше уходили годы, теперь можно сделать за считанные дни. С тех пор, чтобы высчитать число π, никто не рисует многоугольники. Да из чего бы, иначе страдаешь, работаешь, а кто-то уделывает тебя за секунду. Все равно, что, например, изобретают строительный кран, а ты упорно карабкаешься по стремянкам с кирпичами в руках. Ну, просто больше так дома никто не строит. Новые технологии появились. Надо же сумасшедшим быть, чтобы строить пятиэтажный дом, который рухнет, когда можно возвести сотню прочных этажей. Посмотрите на Нью-Йорк. Там прекрасно видно, когда именно пришли технологии. Ряды и ряды пятиэтажек, и вдруг вырастает двадцатиэтажный дом, тридцатиэтажный, девяностоэтажный. Все решают технологии. Мне кажется, мораль в том, что самый очевидный способ не всегда лучший. Иногда стоит повертеть идею, применить ее в условия, для которых она не предназначена. Удачная догадка и математика могут сослужить хорошую службу. Переведено и озвучено студией Верт Дайдер. Продолжение следует... Продолжение следует...